Мария, привет! Добрый вечер! Добрый вечер всем! Рад видеть, очень. Заимно. Да, хорошо выглядишь. О, спасибо. Как у вас дела? Мы на виноградниках. Серьезно? Да, да, да. И несколько дней назад сажали виноградник, шардуне. Вот, так что это, наверное, плюс в этой ситуации сложной для виноделов, что мы можем быть на природе, можем работать на виноградниках, потому что... Слушай, ну какое чудо, да, вот вы находитесь в Швейцарии сейчас, да? Да, и случайно вообще так получилось, да, мы уехали на выставку, а вообще в последний день хотели попасть, ну и попали на выставку Леонардо да Винчи в Париж, и вообще я уехала на три дня спонтанно из России, и вдруг потом, как началась вся эта история, и вот так вот вообще у меня там и документы остались многие, которые мне нужны в России, в общем, вещи там, ну просто вот так спонтанно, случайно получилось, и застряла теперь здесь. Конечно, ну кто мог ожидать, да, что там границы закроют, и все, вот теперь ждем, когда откроют границы. А когда вы планируете уже обратно, когда откроют все? Ну, конечно, да, Рено очень переживает, вот, но, в общем, надеемся, что когда откроют, да, что... Есть же, кто следит сейчас, смотрит... Конечно, конечно, у нас очень хорошая команда, да, и вот, ну и слава Богу, тоже Рено еще успел все сделать, прямо в феврале он успел продегустировать все вина, успел прямо все, такую целую инвентаризацию сделать, да, и, конечно, мы сейчас каждый день по, там, по видео, по связи, по WhatsApp, там, слава Богу, что вообще есть такие инструменты, да, что можно фотографии поставить. Ну, супер, супер, да, я приветствую тебя, все наши подписчики, кто к нам подключился, еще будут подключаться. Все очень тебя любят, любят Домейн Бюрне, как таково, очень уважительно относится к Рено. Я с огромной радостью представлю это совладелица Домейн Бюрне, известного винного дома в России, в Краснодарском крае. Вот, вина потрясающая, мы сейчас поговорим о многих интересных моментах, но, в первую очередь, я бы хотел узнать, что у вас сейчас там происходит, во-первых, не с точки зрения виноградовства, а обстановка какова у вас сейчас? Ну, у нас с понедельника, да, с 11 мая такое вот послабление, то есть открыли парикмахерские, открыли рестораны, но не все рестораны открылись, то есть некоторые все равно продолжают просто работать в режиме take-away, так как, да, сократили количество столов, то есть стало там, теперь столов очень мало, да, и часто в ресторанах это получается невыгодно, да, когда так мало столов, и вот эти все сложности, нельзя сидеть около бара, раньше все-таки было очень распространено здесь вот. То есть на улице сидеть сейчас нельзя, да? Вот так, на улице можно, нельзя около бара сидеть, около бара. А, возле барной стойки. Да, да, вот, или можно, то есть, или там надо установить специальные вот эти вот пластиковые тогда, а, как бы сказать, да, пластиковые загородки. Прозрачные такие, да, перегородки. Вот, но это, конечно, в ресторане вообще очень, ну, неприемлемо, да, то есть сейчас, ну, многие сейчас обдумывают вообще, что делать, в каком формате работать. Мы получили как раз сегодня, я еще вот не успела прочитать, на девяти листах документ про то, как делать дегустации винных по грибах. На девяти страницах инструкции. Да ладно, инструкции. Вот, и тоже, если кто-то хочет прийти, сделать дегустацию винным на винодельческом предприятии, два метра надо расстояние, чтобы было между людьми, у каждого там свой, точно там все как бы своя вот посуда, да, своя плевательница, все очень-очень строго, да, то есть такие прям вот очень строгие правила. Подожди, но это рекомендации или же это, ну, в принципе, указания за это могут штрафовать у вас? Ну, я не думаю, что если это дойдет прямо конкретно до штрафов, но штрафовать могут, да, то есть могут и проверять, и штрафовать, и самое главное, что здесь же вообще все построено на авто, на саморегулирование, на самосознание. Да, и поэтому, если, например, да, мы сделаем что-то не так, а потом придут клиенты и будут недовольны, и потом скажут другим клиентам, что вот у Берниэ там не выполняются эти инструкции, то это будет нам очень большой минус, да, поэтому мы сами заинтересованы, чтобы было все вот правильно. Слушай, ну, а в целом сейчас тепло у вас там? Ну, вот у нас где-то, наверное, может быть, недели на две, на три даже опережает вообще развитие виноградника, развитие в России. Вот, и это, ну, на самом деле это для нас очень хорошо, да, что в России развивается не так быстро, как мы, как обычно даже, да, что довольно такая есть задержка в развитии виноградника, потому что так у нас есть там больше надежды на то, что мы там успеем, да, к открытию границ, в общем, там не будет какой-то момент сложный, который мы пропустим в Россию. Слушай, а сейчас сколько у вас площадь, какая вот в Швейцарии? В Швейцарии у нас около семи гектар, но у нас все, мы не работаем вообще, да, там тракторами, у нас все на горах, такие там склоны довольно крутые, да, и все ручная работа, и поэтому очень много работы, очень много затрачивается вообще времени, да, рабочего на обработку там каждого гектара, то есть мы не можем там никакими механизмами работать. Ну, я знаю, что вы даже опрыскиваете с помощью дронов. Да, опрыскиваю, да, и как раз здесь уже начались опрыскивания вот с помощью дронов, да. Это, кстати, очень, очень красивая история, очень хорошая история. А вы хоть снимаете это все, ну, как-то запечатлели? Да, да, да. Это очень интересно посмотреть будет, да. Очень красивый дрон, я его очень люблю, он очень-очень красивый сам по себе. Да. И, с одной стороны, это нам очень помогает, то, что именно он может залететь там, да, на гору, на такие сложные места. С другой стороны, это супер такая возможность, да, не портит лишний раз саму почву. Да, и тоже используется очень маленькое количество самих обрабатывающих этих препаратов, да, потому что он прям очень целенаправленно, да, он же прям, то есть просто так не используется, очень-очень целенаправленно. Потом, когда он, например, у него этот запас заканчивается, то он начинает прям с того же места, да, где он остановился, то есть прям вот все рассчитано-рассчитано. И с экологической точки зрения это, конечно, супер. Вот, и надо сказать, что вообще у истоков, да, ну, по крайней мере, у этой швейцарской компании стоят и русские ребята, да, и, ну, мы гордимся, вот, и мы гордимся тем, что это как бы русские ребята, вот, инженеры причастны вообще к этой всей истории. Слушай, а у нас, я не слышал, чтобы у нас кто-то опрыскивал дронами, не было такого. Артур, на самом деле, я просто думаю, что там просто пока не было, во-первых, а во-вторых, конечно, в России очень сложно разрешение различное получить, да, вот, то есть там же одно дело снять дроном, да, другое дело там опрыскивать, то есть работать им там, да, и это, ну, это связано с разрешениями. Здесь они в Швейцарии долго ждали вот эту лицензию, да, чтобы им разрешили работать дронами. Вот они получили, то есть это уже идет какое-то специальное такое вот специальное разрешение, может быть, даже от, там, вот этих органов государственных, да, которые отвечают, дают лицензию для самолетов, вот, для авиации. То есть там уже такие вот вопросы, и это долго здесь было, наверное, год они ждали. А это дорого стоит? Ну, это стоит, хороший вопрос, это стоит достаточно дорого, но в нашей ситуации, когда иначе это была бы ручная работа, да, то есть вот в нашей ситуации это все равно дороже, чем вот, ну, приблизительно... Подожди, это закрытая информация, сколько это стоит? Нет, это не закрытая информация, вот, я просто не хочу там какую-то дать... Ну, приблизительно, хотя бы, чтобы понимали бы. Я просто исхожу из того, что насколько это выгодно было бы использовать в наших реалиях, и выгоднее ли это содержать трактор там, или специально вот ходить, поливать и так далее. То есть такие вот моменты, с точки зрения экономики, насколько это было бы выгоднее, чем то, как делаете вы у себя здесь, в России? Ну, сам дрон, сам дрон, да, он стоит где-то 30 тысяч. Долларов, евро. Ну, долларов, ну, да, долларов, да. Не, ну, это же, вы же его не покупаете, его же можно арендовать. Да, мы его не покупаем, мы его как раз арендуем, то есть вот у этой компании, которая этим занимается, вот, и потому что для, как бы, нам это, ну, получается, невыгодно. Но они, когда, например, то есть их оператор тоже, да, кто управляет дроном, и они, когда приезжают, они сразу там, там мы, то есть там сейчас еще, мы начали, да, вот мы начали в прошлом году, да, и в этом году еще одно авиадельческое хозяйство, наши соседи тоже подключились. Вот, ну, а, например, другие там, да, у нас тут около 20, в нашем регионе хозяйство, да, другие пока, в общем, вот, им, получается, невыгодно. То есть они считают, что это дорого, да. Ну, интересно, конечно, просчитать. Да, интересно просчитать, слушай-ка, ну, это я, ну, скажу, сообщу. Потому что мы за то, чтобы в России развивались все новые технологии, вообще, чтобы мы были впереди всего. И у нас есть, кстати, для этого большие, большой потенциал, да, потому что, во-первых, вот все эти наши новые проекты, которые сейчас начались за последние годы, винодельческие в России, они, это все-таки такие очень продвинутые, да, и сразу, то есть сразу лучше начинать с нового, да, чем там перестраиваться, там привыкать к чему-то другому, если уже привыкли, да, к каким-то старым методам. Поэтому я думаю, что как раз вот эти все инновативные, инновационные, да, инновационные... Технологии. Технологии, да, мы как раз в России можем очень удачно использовать. И, ну, и вообще мы часто общаемся, да, с различными компаниями, на выставках тоже, да, там, производителями различных оборудований. Нам все говорят, что русские закупают все самое лучшее. Мы говорим, да, потому что это так. Так, вопрос, тогда вот 7 гектаров. Сколько времени требуется, чтобы опрыскать полностью все, чтобы было бы задействовано, ну, вот, охладить полный весь участок? Ну, за день, там, даже меньше, да, они все опрыскивают. Серьезно? Да, 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 нет, то есть это он очень, это он очень... Я пришлю в фотографию или вот видео, да, он очень такой, это... Он такой большой, да, вот, красивенький, и он довольно быстро летит, да, то есть он очень так эффективно работает. Вот, так что это тоже очень... Это тоже в чем плюс, да, что он может очень быстро, когда начинаешь опрыскивать, да, виноградник, то важно, чтобы это было сделано не растянуто во времени, а чтобы быстро произошло, да. И вот этот дрон, он может быстро, поэтому... Вот тут пишет как раз Фархат Нагдалиев, приветствую, пишет, у нас тоже дроны есть в Анапе, Николай Музаваткин, партнер Валерия Нестерова, занимается опрыскиванием, они же летуны. Ну да. Интересно, да, ну просто я не знала. Ну, круто, круто, мне опрыскивали в винной деревне, супер. Ну так, Фархат, это вообще выгодная тема, напишите, что вы думаете. Так, его можно использовать вместо капельного орошения тоже. Ну, странно. Наверное, не хватит его, чтобы нормально использовать, да. Ну так, может быть, чуть-чуть просто что-то, но не более того, мне кажется, это будет сложно. Скажи, какие сорта у винограда у вас там? Мы сейчас говорим про ваше хозяйство в Швейцарии. Вообще-то мне скажи, как у тебя со временем? Мы можем два часа поболтать с тобой? Можем поболтать. Да, ну отлично. Ну, то есть у нас будет небольшой перерывчик, мы быстренько переключимся, потому что Инстаграм, ты знаешь, больше часа не дает разрешения. Мы переподключимся и заново продолжим уже разговор. Ну, а пока ты расскажи, что у вас там происходит с точки зрения виноградарства вообще? Какие сорта винограда вы выращиваете? Мне очень интересно. Мне очень хочется попробовать, кстати, ваши вина. Может быть, когда-нибудь вы привезете их в Россию? Либо мы к вам приедем в гости. Да, это, кстати, и между прочим, я думаю, что надо организовать действительно поездку, потому что вот очень интересно рассказывать всегда на месте, чтобы человек понял, о чем речь вообще, не так вот теоретически, а просто на месте показать и рассказать, откуда именно вино, чтобы даже прочувствовать это место, где растет виноград. Но у нас здесь основные сорта – это шасла и пино-нуар. И шасла – это очень такой, один из любимых моих сортов, и вообще все швейцарцы, они обожают этот сорт. Это, наверное, основной сорт в Швейцарии. Произрастает, кроме того, немного совсем в Германии и немного совсем во Франции. Но было доказано, что это такой автохтонный, швейцарский, очень древний сорт. И очень легкий сорт, алкогольность такая, получается, там 11, может быть, 12 максимума и градусов. И это такое очень легкое, но очень утонченное, очень такое изысканное вино. И говорят, что тот, кто не прощает ошибок, так и говорят, что этот сорт, который не прощает ошибки с аналогической точки зрения. То есть надо быть очень дисциплинированным, когда занимаешься производством этого вина. И очень хорошо подходит именно как раз к этому сыру швейцарскому, когда там фондю горячий или раклет горячий. То есть это вино, которое, оно не... Оно хорошо так обрамляет, да, вот такие более там тяжелые блюда и очень хорошо для апельсива подходит. Поэтому швейцарцы очень много пьют вот этого сорта шасла. И, наверное, надо сказать, что, в общем-то, поэтому и так и есть, что никто не знает швейцарское вино, потому что они все, сами швейцарцы все и выпивают. И очень мало, да, то, что там попадает на экспорт. И, кроме того, это вино, которое там не очень хорошо, может быть, транспортируется, потому что оно такое очень нежное, да, и это медицинский сорт шасла, да, есть наш академик, кстати, ребята там вот из Анапы, они должны знать, да, академик Будзинский, который вообще основал курорт Анапа, вот он исследовал этот сорт шасла, да, и признал его самым таким медицинским сортом. Поэтому он исследовал там... Мы это нашли в старых архивах, да, там дореволюционных еще архивах в Санкт-Петербурге, вот эту работу Будзинского, который писал о том, что шасла самый медицинский сорт очень хорошо для здоровья. И вообще вся аристократия России перед революцией приезжали в Швейцарию на две недели для того, чтобы сделать такой кур, да, сделать такой кур, терапию, да, с этим сортом шасла. И просто странно, да, что сейчас вообще об этом сорте никто не говорит, никто не знает, ну, так же не знают им, так же не знают, я не знаю, Артур, если ты знаешь, что вообще в виноделии российском, да, очень большую роль сыграли швейцарцы, что еще там 200 лет назад, да, там, перед революцией, это швейцарские виноделы, которые были приглашены Александром в Россию, да, на юг России для того, чтобы там развивать виноградники. И вот эти швейцарцы из Лоза... Мы тоже об этом сначала даже не знали, когда начали наш проект, и потом нам стали все говорить, ну, вы продолжаете эту традицию, вы продолжаете традицию, и тогда мы узнали, что это очень большая такая история. А где они делали, что делали, где-то можно посмотреть эту информацию найти. Да, ты знаешь, они делали... Они делали это... Они вообще... У них были такие колонии швейцарские, да, были... Несколько прям колоний было в районе Одессы. Вот этот вот производитель Шабо там, прямо на виноградниках как раз швейцарских находится. Потом недалеко от Новороссийска были швейцарцы из итальянской части, Швейцарии. Были немецко-говорящие из немецкой части, тоже там в районе Одессы, но более там центрально, да. В то время это была Российская империя. И в любом случае этот сорт шосла они завезли в Россию. И в России есть немножко... Опять же, ребята из Анапы должны знать, что есть этот сорт, но он из-за климата это как столовый сорт используется. И так как здесь, в Швейцарии, у нас климат очень такой северный, самый, наверное, один из самых северных, да, климатов для выращивания винограда, для виноградерства, и поэтому здесь сорта как раз как Пино Нуар, ну, у нас здесь близко Бургундия тоже, да, вот, и поэтому сорт Пино Нуар и шосла основные, да, то есть, например, Кабернес Сувеньон у нас не может здесь хорошо вызреть, потому что здесь очень такая вот северная часть, да, такой северный климат. Ну и Сира тоже, то есть такие сорта вот южные, они здесь просто, они даже не могут вызреть, как надо, не могут достичь оптимальной зрелости. И поэтому у нас вот основной сорт, как я сказала, шосла, Пино Нуар, это один как красный, да, это вот такой любимый сорт Рено, но в России Рено не согласен Пино Нуар делать, да, потому что говорит, что просто это солнце южное, он сжигает все элегантность Пино Нуар, и все ароматы, да, весь букет Пино Нуар, потому что, ну, я лично люблю Пино Нуар, да, это, я считаю, такое замечательное, очень тоже изысканное вино из Пино Нуар, вот, но Рено считает, что это более для такого северного климата. Здесь как раз пишут, уважаемая Марина, почему в России вы не делаете проекты со швейцарскими сортами? Вот как раз ответ, потому что, к сожалению, вот эти вот швейцарские сорта, они не подходят для российского южного климата. У нас в России же очень жаркий климат, да, такой получается, что летом очень много жаркого солнца, и вот это солнце, оно сжигает ароматы, и в этом проблема. Здесь пишут как раз Алекс Синеев, пишет, я об этом знаю, эта информация вошла в мою книгу «Ставропольский край». Это про швейцарцев, наверное. Очень интересная история, кстати. Я думаю, что вообще надо это получше изучить, да, потому что это такая, ну, очень интересно, да. Мы, вот я тоже, нам показывали, хочу теперь найти прямо вот эту копию. Они делали, швейцарцы в своей колонии, там, да, под Одессой, они делали такой специальный журнал, газету, и они писали о своих проблемах. И нам показали копию вот этого журнала. Там было вообще те же самые проблемы, которые у нас сейчас 200 лет спустя. Вот, то есть те же самые проблемы у них были, и вот в то время, да. И, ну, надо сказать, что, конечно, ну, на самом деле это очень интересная история, как они там из Лозанны, да, как они пешком там дошли, вообще добрались, потом, как они развивали это свое хозяйство, как они привезли и выбирали тоже саженцы. То есть, в принципе, конечно, мы каким-то образом там, получается, повторили эту историю. Но в тот момент мы не знали об этом, потому что в Швейцарии тоже мало об этом говорят. Здесь Пархат Нагдалиев пишет, а у вас же Саперави немножко росло. Где-то росло у вас Саперави? В России, да. Да. В России у нас растет, да, немножко Саперави. Ну, совсем чуть-чуть. Ну, вы особо-то его и не позиционируете как-то отдельно. Мы его, мы Саперави используем для ассамбляжа, да, и дело в том, что Саперави, просто Рено, он, ну, вот, мы вот не достигли той нужной комплекса. Кондиции. Кондиции, да. Рено просто, он говорит, что он не чувствует этот сорт. И может быть надо как-то по-другому работать с ним. То есть он не очень хорошо знает Рено, он говорит, что как-то не понимает, как с ним работать. Ну, так расскажи, пожалуйста. Я хочу первую часть посетить вообще не именно в России, то, что у вас хозяйство, а то, что сейчас происходит у вас там. Во-первых, по поводу продаж мне было бы интересно очень, как там все-таки с продажами, как продаются вина, пьют ли местные в основном именно швейцарские вина. То есть вот такие вот вещи, которых многие, в принципе, не знают. Насколько, скажем так, у местного населения есть предпочтение пить именно в первую очередь швейцарские вина? Любят ли они их? Это не то слово, да. То есть как раз это основной момент, да, что швейцарцы, они в первую очередь пьют свои швейцарские вина. И, например, вот все вина, которые мы производим, да, они вообще продаются именно вот в нашем регионе, то есть в нашем кантоне, да, в нашем регионе, даже не в соседнем там каком-то городе, который относится к другому региону. И у них для швейцарцев это очень-очень важный момент, да, это потреблять локальные продукты и пить локальные вина. И они настолько, это вот такая, знаете, уже традиция, такая очень давняя традиция, да, что они считают в наделах, как, вот знаете, бывает семейный доктор, и у них должен быть семейный винодел. И они следят, то есть они следят прям, как виноград развивается. И мы, когда делаем дегустацию ежегодную, когда новое вино появляется, да, мы в нашем письме пишем нашим клиентам о том, какой был год. Мы пишем, например, в этом году было много солнца или был там дождь, и поэтому виноград, там здесь Экслиград, да, там, ну, вот какой-то спелости в этом году. То есть мы прямо описываем качество винограда и описываем все погодные условия, почему именно так было, какое получилось вино. И это этим нашим клиентам очень интересно, потому что они каждый год за этим следят. И они обязательно приезжают, смотрят, где растет виноград, то есть им надо знать это место, да. И они очень любят тоже как-то, знаете, поучаствовать там. Даже, например, мы делали несколько раз, что приглашаем, ну, просто вот, не знаю, там, подвязать виноград или там что-то собрать или свой куст посадить, да. То есть они, вот у них есть такой, у швейцарцев такой большой контакт личный с виноградниками. И, Артур, я не знаю, вот просто действительно у нас никогда не было возможности, да, поговорить про Швейцарию, но у них виноградники здесь, это, наверное, как в Грузии, как в Армении, это такое что-то вот священное. Они настолько к этому относятся, просто с таким уважением, да, с таким вот, не знаю, с каким-то необыкновенным таким, вот если у них есть в семье виноградник, у них огромная гордость. Каждый они метр там за метр, вообще они распределяют между детьми по несколько метров там этого виноградника. Слушай, ну, у вас вот 7 гектар виноградника, значит, а самое большое... Нет, и не все наши при этом. Допустим, мы арендуем, то есть одна женщина, например, да, вот из Берна, она владелица виноградника, она дает нам его в аренду. Вот, но ей очень важно, да, что в ее семье есть виноградник, и она, то есть уже много-много лет, там, не знаю, там 30 лет, наверное, Рено делает на этом винограднике, то есть он его арендует, на этом арендованном винограднике. Эта женщина, она сама там, у них семья врачей, да, она не имеет отношения к сельскому хозяйству, но она всех своих друзей привозит и показывает свой виноградник. Вино вот это, да, чтобы было с ее виноградника. Вот это очень важные такие моменты в Швейцарии. Это такое, знаете, прям такое священное, такой вот виноградник, священное дело. Вот. Ну, так получается, самое... Вот если человек владеет виноградником, там самая большая площадь виноградников у кого-то есть там, по меркам Швейцарии, я понимаю, что это совсем по чуть-чуть, но вот самое большое. Сколько? А, самое... Я имею в виду, самое маленькое. То есть они, 100 квадратных метров, если у них есть, они сделают виноградник у Кудома. Соточка. Их им гордится, да. То есть им им гордится. А самый большой это сколько? Самый большой, наверное, ну, может быть, это максимум, может быть, 100 гектар, наверное. Вот. И то в разных местах, вот у какого-нибудь предприятия. То есть вот одной площади это быть не может? Одной площади нет. Нет. Одной площади такого нет. У нас, например, эти наши 7 гектара, они вообще разбросаны по горе, по разным местам. То есть и когда получалось там, как-то, ну, вот, в истории семьи, да, получалось там как-то купить или там получить по наследству. То есть вообще из разных-разных мест вот так все вместе такой вот виноградник из разных кусочков собран. Но это интересно, что из-за этого получаются разные теруары. То есть получается, что у вас с каждого теруара, с каждого места вы делаете отдельное вино. Да. Так получается? Да. Или вы собираете все? Значит, у нас есть венок, когда более экономная линейка куда мы все собираем, да, делаем ассамбляж из разных мест и несколько таких отдельных участков, которые, например, старые виноградники, да, естественно, тоже очень там, ну, ценятся, когда старые лозы. Вот мы их делаем отдельно. Это получается у нас такой отдельный резерв, да, вино резервное. Вот вообще у нас три разных вида шасла, да. Вот. И поэтому у нас получается один это как ассамбляж и два вот из таких специальных мест виноградника. Специальные теруары отдельные. Слушай, а еще вопрос вот задают, Марина, любопытно, какие ваши вина вам более симпатичны, российские или швейцарские, вам и вашему супругу? Они как раз очень хорошо дополняют друг друга, да, потому что швейцарское вино, оно такое больше подходит для аперитива, а, конечно, если, например, к таким блюдам, да, к еде, то в гастронаристике, да, то, кстати, больше российские вина. И поэтому мы любим и то, и то, но зависит от ситуации, да, для, как бы, в какой ситуации, для чего. Да, конечно, когда аперитив, то тогда швейцарское вино подходит лучше. Скажи, а какое количество производителей в Швейцарии? В Швейцарии, на маленькую Швейцарию две тысячи производителей. Да ладно! Да, две тысячи производителей. Две тысячи производителей, это же, это же балдеть. И семь тысяч виноградарей. Семь тысяч виноградарей, это как? Это значит, у них, может быть, есть там, 500 квадратных метров виноградника, и они все равно его обрабатывают, а виноград потом приносят в соседнюю винодельню, чтобы сделали вино. Ну, в смысле, 2000 производителей всего, а 7000 виноградарей это те, которые, ну, крестьяне, условно говоря, которые владеют хозяйством, у них свои виноградники, но они вино не делают, и они его продают. Продают виноград, да. Но мы, вот, например, в нашем хозяйстве, как в России, так и в Швейцарии, мы не покупаем виноград, то есть мы делаем только из своего винограда, да, и у нас в этом, как бы, вот эта вот особенность, да, и, ну, это наша тоже такая философия, что нам интересно делать из своего винограда, потому что мы знаем, как он вырос, мы знаем, как мы за ним ухаживали, то есть это прям вот виноград, который все свое развитие, да, мы сами за это отвечаем, и вот это вот очень важный момент, это вот, ну, у нас это можно сделать в маленьком предприятии, конечно, в большом, наверное, нельзя, вот, но это вот нам интересно, это наша такая вот, ну, это и философия такая. Слушай, а государство помогает? Ну, государство помогает, да, в продвижении, но государство в Швейцарии не помогает так, как, например, помогают, я знаю, во Франции, там, в каких-то других странах ЕС, да, вот ЕС помогают, вообще развитию виноделия, виноградарства много, вот, у нас такого нет в Швейцарии, в Швейцарии немножко такая ситуация, что каждый кантон, здесь еще 26 кантонов, и они каждый, там, сам по себе, вот, и поэтому есть кантоны, которые больше помогают, есть кантоны, которые, вот у нас кантон, у нас небольшой виноградник в нашем кантоне, да, у нас в нашем кантоне зато есть вот этот сыр Грюер, Грюер известный, да, и, конечно, для, например, нашего кантона более важно, там, поддерживать сыр Грюер, чем наш, там, небольшой, вот, виноградник, поэтому в нашем кантоне, скажем, меньше, там, да, вообще уделяют внимание с точки зрения, вот, эти государственные органы, виноградарству и винодели, а в кантоне, например, Женева или в кантоне ВАД, где Лузанна, да, там у них наоборот, у них виноградники на первом месте, поэтому там очень такая большая поддержка. Вот сейчас, например, да, у нас очень большая проблема здесь с работниками, на виноградниках, да, то есть у нас работают, вообще в Швейцарии работают, это в основном, такие сезонные, да, рабочие, ну, и вообще работники на виноградники, да, это из Польши, из Португалии, из Франции, из Италии, вот, такие близлежащие страны, а теперь в этом году вообще почти, в общем, все остались без работников, да, и у нас есть один наш сотрудник, работник, который работает на виноградниках, он из Македонии, он все время постоянно, вот, да, а сезонные рабочие из Польши обычно, они не могут сейчас въехать в Швейцарию, вот, но кантон, вот, просто для примера, да, кантон Женева, он организовал на прошлой неделе три самолета, на таком вот своем, этому, скажем, ну, эти государственные органы, три самолета с работниками, специально для виноградников, из Португалии, привезли, получили разрешение, чтобы они, независимо от того, что все границы закрыли, чтобы все равно могли въехать в Швейцарию, вот, ну, наш кантон, вот. Слушай, ну, это, это очень хорошая вещь, так вот, объединиться и сделать вот эту всю историю, привезти, вот, тем более, а если вот их не привезли, и тогда что? Тогда вообще катастрофа просто, тогда не смогут обработать нормальные виноградники, просто у нас не хватает рабочих рук и людей, которые умеют, да, конечно, сами государственные органы, они не объявили, они сказали, да, что пожалуйста, вот сейчас много есть людей, у которых, может быть, нет работы, там, привлекайте, но нельзя же привлечь человека, у которого нет опыта к работе на винограднике, да, это, ну, сложно, все равно нужны люди, которые умеют и знают, как обращаться с виноградником, и в этом проблема. Но у нас, например, опять же, да, вот как пример, сейчас нам помогает девушка, она физиотерапевт, она сама пришла и сказала, что, вы знаете, я очень хочу поработать, у меня сейчас есть время, я очень хочу поработать на винограднике, я очень хочу иметь контакт с землей, вот, и она работает, ей очень нравится, вот, и она каждый день вот сейчас приходит работать на винограднике, помогает, там, Рено во всем. И просто вот такие вот люди, которые хотят что-то поменять даже, свою профессию, какой-то контакт с землей получить. Роботы еще не появились у вас? Нет, роботы нет. И, наверное, я не знаю, у нас даже к сбору винограда, например, вот этими комбайнами, да, очень отрицательно относятся. Потому что, надо сказать, что в Швейцарии, наверное, ну вот по моим наблюдениям, одна, наверное, из таких стран, которые на первом месте, да, в таком экологическом направлении работают на винограднике. То есть, вот кого не посмотрите, из производителей, обязательно все очень стараются вот эту философию, да, развивать, что уважение к природе, все больше ручной работы, не использовать химикаты. То есть, это прямо тоже как-то, прям такой вот основа виноградарства в Швейцарии. И поэтому вот эти роботы, ну, не роботы, если даже, например, даже эти комбайны, да, по сбору винограда, в общем, к этому очень не любят такие. Отрицательно. Но я слышал, что уже тестируются роботы определенные, которые будут заниматься уборкой винограда. Вот. И будет интересно, посмотрим, что будет происходить. Может быть, у вас в первую очередь внедрят эту историю? Ну, Швейцария, конечно, очень такая инновационная, в инновационном смысле, да, такая страна на первом месте, да, вот она считается одной из таких самых продвинутых стран, да, по как раз всем инновациям. Но при этом, да, есть очень большая тенденция как раз к, знаете, вот я даже не знаю, с одной стороны, да, идем вперед, а с другой стороны, наоборот, идем к своим, как бы возвращаемся к истокам. И вот эта тенденция, особенно сейчас, во время вот этой вот ситуации, да, с с ковидом, вообще эта тенденция сейчас очень-очень ярко так проявилась. То есть, вы не представляете, сколько людей нам сказали, что что рады, что закрыли границы, что рады, что люди теперь начали покупать еще больше локальные продукты, что 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 как-то могут опять вот сосредоточиться на швейцарском производстве, да, и на всем швейцарском, и на том, чтобы вот эта вот ручная работа, да, вот эта вот история, когда все делается вручную, сейчас это как-то особенно ярко проявилось. То есть, наоборот, против. В общем, сейчас против роботов. Многие, да, по крайней мере, наши клиенты. Ну, вот пример вам скажу. Пришел один клиент, да, и я ему стала выписывать квитанцию вручную. Вот. А потом просто говорю, вы знаете, я здесь вообще резко бываю, я просто не знаю там, а Рено не было, да, я говорю, я не знаю, как там сделать этот, эту квитанцию выбить там в этом, в кассе. Вот, я говорю, я вам напишу вручную, в общем, и вот, а он мне присоединится, он мне говорит, вот я как раз и очень люблю вручную, и как раз вот это вот для меня и есть показатель того, что у вас настоящее вино, потому что квитанция написана вручную. Представляете, как это делают? Да, потому что, когда вот, например, даже в ресторанах, они тогда тоже иногда начинают писать вручную, да, а людям это доказательство того, что мы не с компьютерами работаем, да, а что мы вот по старинке, и что, и вот это, для него это был плюс. Вот, то есть он так и сказал, что оставайтесь, оставайтесь вот так вручную. Слушай, ну, понятно, с вином, ну, вот какое количество вина вы выпускаете со своих виноградников? Ваше производство в специале? В зависимости от года 40-50 тысяч бутылок. У вас там нет такого КФХ, что-то такое, да, как всякие вот эти вот ОООшки, лицензия? Нет, у нас просто среднее, у нас как бы среднее, такое среднее винодельческое хозяйство по швейцарским меркам, вот, у нас здесь есть и много соседей, которые тоже занимаются виноделием, да, прям причем вот, ну, в течение многих там столетий, вот, и, и такое вот не знаю, то есть это винодельческое хозяйство, так и называется, домен, то есть это не крестьянское хозяйство, это не какое-то там, конечно, там в Швейцарии есть на Женевском отделе какие-то очень крупные там такие предприятия, два может быть предприятия на всю Швейцарию, да, которые считаются довольно крупными. Получаете лицензию, правильно? Лицензия должна быть или нет никакой лицензии вообще? Лицензии нет, но есть разрешение, есть контроль, да, и вот именно есть контроль за количеством винограда, то есть ситуация такая, что когда сбор винограда, приходит представитель государственных органов каждый день на винодельник и отмечает в специальном таком журнале, да, отмечает, сколько мы собрали винограда и отмечает тоже, какого качества виноград, то есть он смотрит зрелость винограда, если ты собрал незрелый виноград, то ты вообще его не можешь использовать, вот, то есть он смотрит обязательно, чтобы это было правильной, оптимальной зрелости, и тогда он дает разрешение там на это производство, но ему уже понятно, сколько, если он знает, что, если он знает, что 100, там, мы собрали 100 тонн, да, то он уже знает, сколько, то он уже знает, сколько, сколько будет произведено вина, и на этом основании мы должны будем заплатить потом налоги, вот, то есть там не нужна никакая вот эта, ну, в Швейцарии нет акцизных этих марок, как, например, в Италии или во Франции, вот, поэтому в Швейцарии довольно вот просто, но сам винодел, он очень волнуется за то, чтобы не сделать что-то неправильно, да, потому что если винодел что-то сделает неправильно, то тогда получается, он потеряет свою репутацию, и вот эта репутация, это самое главное, что есть вот эта честь винодела, репутация винодела, Ирина мне все время говорит, что, ну, вот, это настолько подстегивает, то есть ты сам не будешь делать что-то неправильно, да, потому что, там, сто раз подумаешь, да, чтобы не сделать какую-то ошибку в чем-то, и... Там есть привычка такая стучать друг на друга? Нет, нет, не стучать, а если это случайно, как бы, ну, например, то есть ты потеряешь репутацию, клиенты к тебе, здесь очень много, частных клиентов, здесь в основном все живут за счет ресторанов, да, и частных клиентов, и если будут знать, что ты, там, делаешь что-то, ну, несоответствующее с регуляцией, с законами, вот, то просто они не придут к тебе, да, вот, и поэтому ты сам заинтересован, чтобы все было правильно, вот, это здесь очень... Артур, да, еще, знаешь, вот интересный такой момент, да, я иногда это рассказываю, потому что это не очень показательно, вот в Швейцарии страховая компания, может быть, я тебе уже это говорила, да, страховая компания, если ты винодел, и ты потерял, например, твой телефон, у нас так было с Александр, она потеряла свой телефон, айфон этот, смартфон, вот, и, ну, так как ты винодел, то страховая компания тебе за это платит, потому что, если ты не винодел, у тебя другая профессия, ну, тебе не платят, потому что считают, что винодел говорит правду, что если винодел сказал, что потерял телефон, значит, действительно потерял телефон. Да ты что! Вот клянусь тебе, честное слово, и у нас такая история была с Александрой, да, и вот это вот у них такое отношение, вот, вот к виноделу, у них есть вот эта вот своя, такая честь, такая есть какие-то свои, мне кажется, это вот для меня это очень тоже напоминает людей, знаешь, когда я смотрю вот на виноделов в Грузии, например, да, у них такое вот, у них совсем как-то своя такая философия жизненная, да, вот в Армении, наверное, просто ни разу не была, наверное, тоже так, если могу представить, то есть вот эта вот историческая такая традиция, виноделы, вот слово, да, что ты слово дал, вот эти вот, вот эта семья, которая делает из поколения в поколение вино, вот это все очень, вот эти вот, допустим, старые виноделы, там не дай бог, что там что-то сделаешь такое, что вдруг они тебя осудят, то есть это настолько вот, вот эта вот традиция, это очень важна винодельческая, как бы в виноделе вообще традиция, и быть вот, это честь винодельческая. А вы всю свою продукцию продаете больше где? На месте? То есть у себя? Да, мы продаем все на месте, ну, мы в ресторанах продаем, в местных, да, как раз вот в нашем кантоне, и, ну, они рестораны, Артур, по сравнению с российскими ресторанами, у них почти вся карта только из местных вин, да, из швейцарских, из местных, из швейцарских, вот, и может быть маленькая часть какая-то иностранных вин, да, причем, причем даже в таких вот, ну, гастрономических ресторанах, да, на первом месте всегда просто вообще местные вина, и даже не могу себе представить, чтобы по-другому было как-то здесь, и, ну, может быть, какие-то бывают прям очень такие редкие рестораны, которые, допустим, итальян, там итальянец-владелец, итальянская кухня, и там он как-то, у него там итальянские вина, но в основном, даже все итальянцы, которые приехали жить в Швейцарию, они поддерживают этот патриотизм, да, к вину, вообще к местным продуктам, и, ну, в общем, мы продаем вот в эти местные рестораны, и много частных клиентов, а частные клиенты, они, некоторые вообще есть, те, которые еще приезжали к бабушке и дедушке, Рено, потом приезжали там, в общем, бабушки и дедушки приезжали к бабушке и дедушке, Рено, родители к родителям, Рено, вот, а дети теперь к нам приезжают, и уже к Александре уже там собираются приезжать, уже их дети, это правда, это так, ну, так даже смешно за этим наблюдать, вот, там же все время интересный разговор. Ты возила российское вино туда, ваше вино, я имею в виду, возила туда, и, соответственно, он тоже, я так понимаю, продается в Швейцарии. А, да, 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 у нас здесь как раз склад, и в Швейцарии, да, вообще для Европы, и основной склад такой, за пределами России, в Швейцарии, и, и мы продаем в Швейцарии, и, ну, конечно, у нас большой плюс в том, что все-таки многие вот эти наши частные клиенты, они знают Рено, и там родители, семью Рено уже давно, и им интересно попробовать то, что Рено делает в России, да, они доверяют Рено, потому что вот что самое главное для вина, для виноделя, это очень важно доверять виноделу, и они доверяют Рено, потому что они уже там давно, наши клиенты здесь в Швейцарии, и, конечно, когда они видят, что Рено там сделал что-то из других, еще сортов винограда в России, им это очень интересно попробовать, это вот такой один плюс, второй плюс, то, что у нас российское вино, оно дополняет швейцарское вино, то есть, если, как я говорила, да, для аперитива, или для каких-то таких блюд, там, из горячего сыра подходит швейцарское вино, то, например, для блюд, как даже, допустим, итальянской кухни, да, подходит тогда Мерло, российское, для мяса, каких-то мясных блюд, подходит Кавернес-Сувенион, для дичи подходит Красностоп, то есть, швейцарские вины, они, как бы, менее подходят, вот, смотря какому блюду, и получается у нас такой большой, такой полный ассортимент, да, который охватывает разные стили, разные такие, вот, разная терпкость вина, в этом плюс, в этом, в этом, скажи, а игристые вы не делаете, да? Ну, игристые мы сами не делаем, но Рено был первым, вообще, в нашем регионе, да, кто начал делать игристые, то есть, это происходит так, что мы из нашего вина, наше вино, отвозим, да, на завод игристых вин, и они из нашего вина, просто вот делают эту технологию. Это ты имеешь в виду в Швейцарии? В Швейцарии, в Швейцарии, А в России не планируете делать игристые, Ирина? Ты знаешь, все об этом спрашивают, вот, мы планируем, но Рено говорит всегда, что нам надо уже нормально, как бы, делать то, что мы делаем, уже и так это очень много, да, вызывает сложности и проблем, и, то есть, игристые первоначально, да, когда мы только приехали, мы же даже не знали, там, вообще, что получится, как получится, и мы действительно сделали виноградники с Шардуне, да, тоже с тем расчетом, чтобы делать игристые, и теперь вот думаем, да, как делать, в принципе, у нас это в планах есть, но это... Марина, а у тебя там нет рядом, нигде бутылки вашей швейцарского вина, этикетку показать? Ну, сейчас тогда отойду, да, есть сейчас... А давай мы, когда перерыв будем делать, перерыв, когда будем делать, я, ну, пока будем переподключаться, скажи, пожалуйста, а вот здесь спрашивают по поводу быка на этикетке, это и на швейцарской, почему я тебя не спросил, это и на швейцарской этикетке, и что он означает вообще? Ну, вот как раз бык, это герб семьи Бюрнье, и мы сейчас ищем, да, вообще откуда истоки, вот, семьи Бюрнье, как они оказались, наверное, все-таки они оказались, мы так предполагаем, из Франции, в Швейцарии, вот, правда, уже там лет, наверное, 400 назад, вот сейчас вот мы как бы на 300-400 лет уже про наш, знаем, да, через архивы, и вот в архивах, да, нашли как раз вот этот герб семьи, очень старинный как бы герб, который как раз этим быком, и именно красного цвета бык, вот что интересно, что он именно красного цвета, и такого яркого красного цвета, да, у нас на этикетке может быть даже он не такой, просто сейчас смотрю красную этикетку, у меня тут бутылка стоит, вот он в оригинале даже более такого еще яркого цвета должен быть, и у нас идея была, это поместить этот герб на этикетку, для того, чтобы показать, что мы продолжаем семейную традицию, что у нас семейная традиция, что мы такие консерваторы, что мы вообще любим традиции, любим историю. И вот в этом смысле мы поместили этот герб. Теперь мы смотрим, хотим всё-таки попробовать узнать, почему действительно в этом, ну, почему там бык, сейчас мы до сих пор не знаем, мы часто такие вопросы нам задают. Вот, с чем это связано, в общем, не можем пока сказать. Но нам интересно. То есть это было вот именно так, так как это герб семьи, то мы и как бы поместили это на этикетку, да, и назвали тоже в Бюрньере. Знаешь, это же был там год, у нас первое вино появилось, это был 2005 год. И тогда уже вот в 2005 году мы думали вообще, как назвать вино, как это сделать этикетку. Ты про Дом Эн-Бюрнье, которая в России, соответственно. Да, которая в России, да. А в Швейцарии она называлась Дом Эн-Бюрнье тоже. Вот. И когда мы думали, как назвать вино, да, то тогда ещё не было принято, да, в России, чтобы называли какой-то продукт своим именем, да. То есть там, не знаю, может быть, шоколад Куркунов как раз был. Ну, в общем-то, это была очень редко, такая редкостная, такая редкая история. И, ну, на самом деле, это же тоже ответственность большую, да. То есть если ты называешь что-то своим именем, то ты потом за это отвечаешь. Это такая большая ответственность. Ну, да. Мы решили пойти на это, да, опять же, чтобы показать, что за этим вином стоит винодел со своей историей, стоит лично, отвечает лично, лично несёт ответственность за всё, чтобы показать, что это история семьи тоже с такой длинной винодельческой традицией. Вот. И я не знаю там, насколько это, ну, сначала у нас ещё называлось Клобернье, так как это такие бургундские традиции, но всё-таки Бургундия здесь близко, ну, имеет такое влияние, да. Вот. Но потом, и это было известно в 2005 году в России, да, это было известно как Клобернье. Но потом слово Кло мы убрали, потому что по-немецки это не очень хорошо переводится. Вот. И из-за этого, из-за этого, в общем, Кло убрали. Вот. Ну, не знаю. Рено до сих пор из-за этого расстраивается. Гертруда Кузнецова пишет, наверное, браки по расчёту заключаются для увеличения размера виноградника в семье. Нет такого? Ну, раньше, возможно, наверняка так было. Вот. Сейчас, наверное, это меньше. Но сейчас, мне кажется, уже настолько всё вообще перемешалось. Да, особенно в Швейцарии. Это просто какая-то, не знаю, там это страна, где всё перемешано полностью. Все национальности, менталитеты, культуры. Вот. И сейчас вообще как-то меньше там. Ну, я понимаю, Гертруда, да. Но раньше наверняка так было. Праздники вина устраиваются в Швейцарии? И как часто? Да, да, да. Здесь есть... Ну, здесь раз в год прям большой праздник. Именно праздник вина, да. И это очень большие праздники. Такие прям огромные... Такие огромные мероприятия. И тоже такая традиция, да. Очень длинная, такая долгая традиция, да. И, ну, все участвуют прям с детства. Там школа не работает. То есть прям дети начинают этим заниматься, да. Подготавливаться к этому празднику. То есть такая очень большая, красивая традиция. Это тоже, кстати, важно. Марина, какие сыры к вашим винам приобретаете? Дайте совет. Снежок 98-85 спрашивает. Да, но к нашим российским винам все равно надо красным. Нет, почему к российским? Вот давайте швейцарским. Мы говорим про швейцарский сейчас. Да, про швейцарский. Ну, вот если, например, блюдо из горячего сыра, да, раклет или фондю, то, конечно, тогда шасла, да. То есть это прям вот шасла, потому что это не вступает в противоречие с блюдом, а наоборот это как-то облегчает, да, облегчает блюдо. Потому что из горячего сыра все-таки блюдо очень тяжелое. Вот. А красное вино, ну вот опять же, к этому сыру Грюер, например, да, в первую очередь подходит как раз красное российское вино. Потому что Грюер очень с таким характером, сыр такой, и ему подходит более, такое более насыщенное вино. А если, например, сыр мягкий, как камамбер, да, то тогда подходит хорошо пенонуар. Тогда швейцарский больше подходит. То есть зависит от качества сыра. Как раз, уважаемая Марина, а у вас не появлялась ли мысль специально сделать вино под главный гастрономический бренд вашего кантона? Тогда это может позволить вам также занять нишу местного винного бренда. Это тест Узбекистана. Честно говоря, такой идеи не было, но спасибо за идею, подумаем. Подумаем, да. Ваши вина популярны в Швейцарии, спрашивают. И тут же вопрос, система типа Egois есть? Ну вот, системы Egois нет, да, абсолютно. То есть, если я говорю, даже есть во Франции или в Италии такое понятие, как аксизные марки, в Швейцарии этого вообще нет. И поэтому, конечно, поэтому Рено особенно тяжело в России, так как в Швейцарии вот этих вот всех каких-то правил нет, да, таких вот рамок. И в России слишком, да, слишком ненормальное регулирование, слишком жесткое регулирование, которое очень мешает виноделу, да, в своем как будто его там, я бы сказала, творчестве. И для этого, поэтому, конечно, проблема, вот особенно для Рено. И по поводу... Первый вопрос был, какой второй Egois? И первый вопрос еще был... Первый вопрос был про популярный ваше вино в Швейцарии. А, Швейцария. Ну, вот, например, в нашем там соседнем городке, да, где, ну, кстати, очень много такой там городок называется Муртен. Вот, очень много есть ресторанов таких, это старинный такой город. И есть очень много таких, очень такой туристический, есть много ресторанчиков. Там популярны, да, уже там дальше, да, просто наши вины не знают, потому что у нас вины распространяются вокруг, как бы вот вокруг, где мы находимся. То есть, например, в Женеве наши вины неизвестны, но они туда и не доезжают. Мы продаем все вот вокруг. Но вообще здесь, знаете как, здесь часто даже не хватает вин, то есть до выпуска следующего милизима, да, как бы все вины распроданы. И здесь, ну, это такая ситуация, как бы у многих это все знают и все понимают, что вот сколько есть вина, да, сколько есть винограда в этом году, столько есть вина, ты не можешь его там больше сделать. Какой был год, если вдруг там неурожайный год, если у тебя мало вина, значит, вот столько и будет, да, и значит, не хватит. И все к этому нормально относятся. Слушай, а какой лучший год был в Швейцарии за последние десятилетия, скажем так? Ну, 18-й год был замечательный. Вот этот 18-й год, да, привезу в Россию, да, попробуйте, очень хороший год. Хорошо, будем ждать. Марина, доходы от ваших производств в России и Швейцарии можно сравнивать? Ну, это трудный вопрос, потому что нельзя сравнивать, да, так как совершенно разные, вот лучше бы даже не про доходы спросили, а про расходы. Расходы вот в России намного получается больше, да, то есть как даже себестоимость, да, получается больше в России, чем в Швейцарии. Вот, то есть в России производство вообще вина, это очень-очень дорогостоящее мероприятие. И поэтому здесь как бы нельзя сравнивать. По крайней мере, в России намного сложнее и дороже производить вино, чем в Швейцарии. Виноделы всегда отличаются от других людей. Проверено. Марина, прекрасно выглядите. 90% вин в Швейцарии потребляют внутри страны. Круто. Какая цена на ваше вино в Швейцарии? У нас вина, да, такие недорогие, да, от 9 франков. Вот сейчас думаю просто, сколько это получается там, ну, приблизительно, наверное, где-то 9 франков, наверное, 8 евро или 8.50 евро, вот так. Ну, и там до 30, до 40. Ну что, бутылка появилась или нет с этикеткой? Или ты не успела? Да, нет, успела, успела. Бутылка появилась. Вот, например, такая этикетка. Ух ты, ничего себе! Называется «Сумасшедшее намерение». Фоль анви. И идея была такая, что вообще этикетку нарисовал художник-любитель, наш друг, да, вот, но Рено, он хотел показать этой этикеткой такую вот, ну, какую-то мифологическую сцену, да, и так как мы находимся у нас в винограднике на озере, да, то он хотел, чтобы присутствовало такая вот что-то с водой, чтобы была такая немножко, это не то, что морская, это такая больше как озеро, да, вот, и, ну, вот, и получилась, в общем, такая вот этикетка. Когда я первый раз приехала... Слушай, я хочу просто, знаешь, спросить, а вот на самом деле кардинально разные вариации с российским стилем, да, то есть у вас все вот вина в таком вот стиле, или это просто отдельное вино, которое вот вы делаете? Нет, у нас есть как раз вот такие вот этикетки, да, несколько таких этикеток, и здесь смысл в том, смысл в том, что такая вот какая-то, такая художественная особенность, не только у нас, это вообще швейцарские этикетки, они немножко этим отличаются, они не... Это швейцарский стиль этикеток, да, такое, можно сказать, существует, они как-то очень часто там привносят такой вот какой-то художественный такой аспект в этикетке, и просто вот эти обычные такие, скажем так, глобализированные этикетки, да, в Швейцарии, ну, сейчас в последнее время больше встречаются, но еще вот несколько лет назад вообще не было, да, таких этикеток, то есть у каждого была какая-то своя такая вот история, да, на этикетке какая-то своя история. У нас, например, есть еще просто вот такая этикетка, пино-нуар, да, это, то есть, опять же, вот есть вот этот герб, такая вот чистая, ну, чисто, такая классическая этикетка, но у нас все этикетки старые, да, то есть у нас все этикетки, которые уже там 30 лет, то есть мы их не меняли, то есть они все вот, потом многие производители швейцарские сделали ребрендинг, да, вот, но мы до сих пор ничего не меняли, то есть у нас вот еще до сих пор старые этикетки. И здесь часто тоже надо сказать, что выбирают, ну, вообще не по этикетке, да, а по, как бы, вино именно приходит, ну, выбирают по вкусу или выбирают, вот, как бы, у винодела, да, по виноделу, вино, и этикетка играет такую вот меньшую роль, то есть этикетка в основном играет роль для того, чтобы показать какую-то идею, да, передать этикеткой, или больше вот в этом смысле, да, часто какие-то художественные бывают линии. Вот, ну, слушай, ты мне скажи, пожалуйста, ты когда, в каком году вы поженились с Реном? Мы поженились в, сейчас посчитаю, в 97-м году. В 97-м году. И вот ты приехала в Швейцарию? Нет, я приехала в Швейцарию еще в 93-м году. Я приехала в Швейцарию, была как студентка, приехала студентка в университет в Берн. А потом я познакомилась в 95-м году с Реном. А в 97-м вы поженились? Да. Сколько у вас детей? У нас вот дочка Александра. Дочка Александра, так. Да, да, да. И каким образом пришло в голову сделать все-таки в России вина? Ну, это Рено хотел, да, то есть и это была абсолютно его идея, да, так как он... Мы поехали в 95-м году в Россию в первый раз, да, в Москву. И он увидел, что... Ну, представляешь, помнишь, 95-й год в России, в Москве. Вот, там вообще не было российских вин. Знаешь, там был этот магазин вот в гостинице «Москва». Мы остановились в гостинице «Москва». И сейчас где, да, «Фор Сизанс». И там был магазин «Седьмой континент», мне кажется, назывался тогда. Да, был такой. Это же такой был классный магазин в центре Москвы. И мы вот туда пришли, в этот магазин, и ни одного русского вина не было. И какое-то там непонятное вино вообще французское, которое просто вот никакое, стоило очень дорого. И Рено очень удивился. Он сказал, что как странно вообще, а где русское вино? И он говорит, давай-ка поищем русское вино. Ну, ему как специалисту было интересно попробовать российское русское вино, и нигде не могли найти. И тогда Рено говорит, очень странно, что нет российского вина, потому что я точно знаю, что есть условия очень хорошие для виноградарства в России. И говорит, давай поедем, посмотрим на юг России, что случилось, почему нет российского вина. Ну, и потом вот нам несколько лет не удавалось попасть, потому что я никого не знала на юге, да, и несколько лет не могли туда попасть, на юг России. И потом через знакомых нашли вот знакомых в Институте виноделия и виноградарства и приехали, это уже был 99-й год, приехали туда, под Анапу. Как раз попали в сентябре, попали на сбор винограда. И Рикадарину попробовал виноград, ну, это еще оказался красностоп, первая ягода, которую он попробовал. Ну, он был настолько в восторге, он сказал, надо срочно искать участок земли, и здесь можно делать вообще лучшие, лучшие вина там мира, да, он говорит. Это здесь супертеруары, и здесь очень большой потенциал для виноградарства. И так мы начали искать наш участок. Потому что я иногда думаю, знаешь, если бы ему не попался этот сорт, этот виноград красностопа, он взял бы какую-нибудь другую там ягодку, да, и, может быть, он сказал бы, ну, ерунда такая. Вот помнишь, тогда тоже были такие сорта, какие-то, вот я помню, дойна, там какие-то вот такие сорта были, очень много каких-то гигридных, да, и если бы он попробовал это, да, может быть, сказал бы, ну, нет ничего интересного, не будем делать ничего в России. А ему попался красностоп, и он сказал срочно, надо искать участок, здесь можно делать супер, супер вина именно вот в таком международном смысле, да, и поэтому мы стали искать, и вот эта вот наша идея появилась, да, такая вот цель, и, ну, а я просто сказала, есть. вот это была идея Рено, а я уже потом как бы ему помогала. И, в общем, вы нашли участок, приехали, долго, я знаю, искали. Три года, да. В конце концов, Рено увидел тот участок, о котором идет речь, там было, что-то было же до этого, по-моему, да? Там были виноградники в советское время, но не долгое время, да, то есть они были, ну, когда мы приехали, они уже были заброшены, 15 лет уже вообще никто ничего не делал там, они уже были совершенно такое заброшенное место, заросшее, то есть нам пришлось полностью там вырубать деревья, все чистить, там уже, ну, ничего не осталось от виноградников, полный такой одичавший такой участок, но в советское время в течение там тоже каких-то не очень долгого времени там были виноградники, называлась 10-я бригада. Таким образом, тоже не было бригада. Вы взяли, вы взяли эти виноградники и выкорчевывали там, все приводили в порядок, саженцы где брали? Саженцы мы привезли из Италии немножко, в основном из Франции, вот нашли... Каберне Савинюн, Каберне Фран, Каберне Фран, Шардоне, Шардоне, все из Франции, да, Веунье, вот, ну, конечно, Красностоп мы нашли, это вообще был первый, да, виноград, который мы посадили, но Рено сразу сказал, что надо, найдем участок, надо обязательно сажать Красностоп, то есть в этом его идея была, да, у Рено, и мы начали искать эти саженцы, оказалось, что нигде нет этих саженцев, но вообще в тот момент это был там как раз вот 2000-2001 год, когда мы нашли участок и начали готовиться, к посадке, в 2003 году мы посадили первый виноградник, и в то время там был такой момент, да, как-то все, в общем, не могли нигде найти ничего для виноградника, да, и вот в итоге долго искали, нашли случайно в Новочеркасске, в Ростовской области саженцы красностопа, какого? Золотовский, красностоп Золотовский, мы в тот момент... Точно Золотовский был? Точно, конечно. Ни Анавский, ни Азос, ничего? Так вот, как раз, Артур, это же получилось случайно тоже, да, мы в тот момент не знали, что есть красностоп Анавский, есть красностоп Золотовский из Ростовской области, мы просто не знали этих отличий, и мы случайно нашли красностоп именно в Новочеркасске, Там при институте виноделия и виноградарства у них был их такой пепнер, это как питомник, да, и у них был как раз красностоп Золотовский. Это потом мы узнали, что еще есть красностоп Анапский. Какая площадь у вас сейчас получается красностопа? Ну, сейчас у нас 4 гектара, да, вот, и у нас все это, у нас как бы, он не выжил весь этот красностоп, да, все эти саженцы, вот. Вот, и мы его стараемся, как это сказать, возобновить, да, но очень сложно, потому что просто вот этих вот саженцев качественных, да, нет, и поэтому мы своими там делаем сами селекцию, его хотим как-то вот этот участок, в общем, у нас там выпадов много, да, было у красностопа, выпады, да, понимаешь, что такое? Когда-то, конечно, приживается, да. Изреженность, да. Изреженность, да. И в этом, конечно, и есть проблема, да, что для хорошего, ну, для хорошего вина, самое главное, хороший виноград. Для хорошего винограда очень важны и качества саженцев, кроме терруара, и качества саженцев, то есть хорошее вино складывается из очень многих моментов. Марин, так получается, вы высадили все, и теперь, а саму винодельню, когда построили, одновременно строили ее? Нет, мы как раз, мы думали, да, первоначально, что мы посадим виноградник и быстренько построим винодельню. Вот, оказалось, что быстренько в России невозможно построить винодельню, и в итоге нам пришлось первые, как бы, вот, годы, да, мы, мы привезли уже оборудование, то есть мы сразу привезли оборудование из Швейцарии, полностью все оборудование для производства вина, вот, и потом мы его хранили там в разных, в разных местах, вот, и ждали, когда мы построим винодельню. И потом увидели, что это невозможно быстро построить, да, а виноградник уже вырос, и поэтому мы договорились с Авророй, да, с Франком Люсиньер о том, чтобы на их территории Авроры, да, мы поместили это в наше оборудование, и мы сами делали вино. То есть просто, вот, как бы, мы арендовали у них место, да, даже не оборудование, а просто место, площадку. Это в Шаттоле Гранд-Восток. Да, на который установили наше оборудование. Вот, и поэтому мы делали, вот, и возили потом виноград, куда там делали вот эти первые мелизимы. А первые мелизимы это когда? 2005 год. 2005 года вы производите, по сути, вино, а первые урожаи были, вернее, первые вины получились из Лос, ну, сколько им лет было, там, 4? Ну, им как раз было 3 года, Артур. 3 года? Нет, это 3 года, на 3 год они, и они уже на 3 год, молодые виноградники, они дали такой хороший виноград, да, и получилось очень интересное вино, потому что мы же его отвезли потом сразу в Швейцарию, да, и здесь делали много дегустаций в Швейцарии, и все эксперты, они были поражены. Во-первых, конечно, никто не верил, что это вино из России, были поражены вообще вот этому потенциалу красностопа, стали все многие сравнивать вообще это как бы с такими вот винами, ну, довольно, скажем так, дорогими вообще из, там, Бордо или из Италии, и это придало нам очень тоже силу вперед двигаться, да, и такое вот придало нам тоже, ну, веру, потому что мы же не знали, там, получится, не получится, но здесь вот этот вот первый урожай из 2005 года был настолько хорошо принят, да, и настолько мы получили за него хорошие отзывы, что было удивительно, да, потому что это же молодой виноград, это вообще был первый с трехлетнего виноградника, вот, и поэтому мы просто поверили полностью в российский террор, именно благодаря тому, что когда мы увидели вообще, что такой молодой виноградник, и уже сразу дает такое насыщенное, с хорошей структурой вино, ну, просто говорит о том, что супертерруары в России, и с тех пор, вот, 20 лет мы боремся за то, чтобы объяснить людям, что в России есть супертерруары, вот. Скажи, у вас, ну, у вас не совсем, как бы, такое, вот такая есть возможность у многих людей посещать вашу винодельню, вы как-то такие полузакрытые, скажем так, правильно, или, ну, с точки зрения туристической, составной, вы как-то, этому пока еще не уделяете внимания, по какой причине, нет, нет желания, нет возможности, или же вы просто, ну, как-то вы не считаете, что это для вас нужно? Ну, на самом деле, видите, вот эта вся история, да, посещать винодельню во Франции родилась в момент кризиса французского вина, вот, у них раньше тоже не было это так принято, вот такие вот все эти экскурсии, и такие, как бы, а потом это, они просто взяли, это туризм, это, инотуризм, это как отдельное еще, да, это же, получается, отдельный бизнес, можно сказать, отдельное направление, вот, этим тоже должны заниматься люди, которые, там, специалисты, может быть, по туризму и принятию, там, туристический групп, то есть это вообще-то совершенно, как бы, отдельный, отдельная такая вот деятельность. Нам очень важно с Рено, да, все-таки у нас была первоначальная задача, и остается это сделать такое супер качественное вино в России, да, которое было бы для международного рынка, чтобы в мире просто, да, появилась вот эта позиция Россия. Я могу сказать, Артур, вообще, ну, сам видел, да, тоже, приходишь в каких-то странах, в рестораны сейчас, да, там, в Европе, ну, все страны есть, какие-то страны, там, вообще, я не знаю, Уругвай, Пурагвай, там, Бразилия, сейчас все больше и больше всех стран есть, да, в этих винных картах, в России нет, но это вообще неправильно, потому что Россия... Ну, слушай, это болезнь, это болезнь, которая есть, и это вот отрицание всего такого вот нового, это раз, а во-вторых, на российском вине много не заработаешь, потому что цены, они абсолютно прозрачные, и ставить их в винную карту, человек посчитает, ну, за сколько я могу продать это вино? Да, ну, допустим, я его купил за 2 тысячи, я его продам там за 4, а импортное вино гораздо легче, и продам ли за 4, то есть вопрос, захочет ли мой гость купить вино российское за 4 тысячи рублей? Это сложно, это, знаешь, олень, сомелье, которая есть на сегодняшний день, она, ну, это все поменяется, я абсолютно уверен, что ситуация будет меняться кардинально, и многие уже обратят на это внимание, ну, просто привыкли, потому что большинство компаний, мало того, что карта продается, плюс, соответственно, ассортимент российского вина очень маленький, и даже посмотреть, вот придешь в виноторговую компанию, с менеджерами общаешься, они вообще, хотя у них есть российские вина, они вообще не знают о российском виноделии ничего, просто чисто зарабатывание денег на том, что вот люди импортное вино знают, там, Францию, Италию, Испанию, вот буквально вчера зашла девушка, я сидел как раз здесь, вел прямой эфир, и одновременно услышал, что заходит девушка такая вся, вот, и говорит, ой, мне там что-нибудь там французское, там, и так далее, ей говорят, вы знаете, у нас концепция другая, у нас есть Россия, есть Армения, она, ой, а я думала, что у вас нормальный магазин, и ушла, ну, ты понимаешь, то есть это изначально было привито, то, что все, что не наше, все оно самое лучшее, но посмотри, ваш потрясающий Каберне Франк, потрясающий Каберне Савиньон, Красностоп вообще бомбический, да, то есть у вас есть много интересного вина, на которое стоит обратить внимание, да и много производителей появилось, понятно, что их не две тысячи, но их там всего ничего, но они есть, и почему на них не обращать внимания, или же там приходишь и тебе предлагают все, что угодно в русском ресторане, но только не российское вино, ну, то есть, это болезнь, мы переболеем, это определенный рост, эта ситуация будет меняться. Ты мне скажи, как у вас продажи в России вообще в целом, вы довольны и нет? Ну, ты знаешь, у нас в России проблема как раз с тем, что с логистикой, да, что, например, вот в Швейцарии мы можем отправить вино, просто я как раз уже там недавно уже рассказывала, что на почте есть отдел, который занимается именно поставкой вина, прямо называется Винолог, то есть ты приходишь на почту, и у них отдельно, прям все отдельно для вина, и коробки, и там специальные эти машины, они следуют, чтобы там температура была, прям отдельный сервис такой, и они по Швейцарии отправляют это вино, вот, и это как бы совершенно нормально, да, ну вот, и логистика как раз большая, там, большая проблема в России, да, и из-за того, что мы не можем просто взять и послать вино, например, у нас есть клиенты, скажем, там, не знаю, в Екатеринбурге, да, мы не можем туда просто так взять и отправить вино, вот, то есть это вот все очень, на самом деле, вот мы думаем, да, что самый лучший способ для российских вин, да, это было бы все-таки продажи по интернету. Прямые продажи, да. Прямые продажи, да. Это было бы выгодно всем, да, и в итоге, потому что, конечно, я понимаю, ну, и ты сам сказал, что дистрибьюторам и импортерам в России невыгодно продавать российское вино, вот, а прямые продажи запрещены, и вот это вот полный вообще абсурд, это ситуация, которая вот полностью ненормальная, потому что очень важно, да, чтобы как раз винодел имел вообще связь со своими клиентами напрямую. И вот думаю, что особенно, ну, там начинают же, да, говорить, что вот интернет-продажа невозможна, потому что там это очень сложно в России, там какие-то там, не знаю, там очень много аргументов, но я думаю, что для ВИН, например, ЗГУ, вот не надо никаких пока там других критериев, но хотя бы взять ЗГУ. Сейчас у всех новых проектов, да, есть ВИН из ЗГУ, и просто вот те, кто делают ВИН из ЗГУ, если есть на этикетке пометка, да, из ЗГУ, то должны иметь право продавать по интернету. А уже, например, там посмотреть, ну, логистику, может быть, сделать с какой-то одной компанией, не знаю, там, с той же почтой какой-то договор, да, вот ЕГАИС, чтобы они знали, что хорошо продается вино по интернету только ЗГУ, российское ЗГУ, и, например, там может распространять перевозчик тоже какая-то одна лично-зированная компания. Ну, хотя бы как-то так. Потому что сейчас у нас... Марин, будет, будет, будет. Я считаю, что это будет, это неизбежная история. Просто, к большому сожалению, люди, которые находятся в верхах и принимают определенные решения, их особо это не волнует и не беспокоит. Поэтому, во-первых, государство много денег теряет. Даже с точки зрения логистики, чтобы государство могло зарабатывать на этом. Та же Почта России могла бы спокойно, абсолютно перенять опыт, который есть на сегодняшний день в Швейцарии, и это делать. Эти огромное количество людей... Но я хочу подарок сделать человеку, отправить хорошее вино. Почему я это сделать не могу? Ну, это нонсенс. Почему? Вообще полный нонсенс. Откуда? При том, что все пытаются какие-то схемы найти, прийти, там, что-то там где-то заплатить, кто-то кому-то там через автобус переведать, там, или что-то такое. Ну, просто это уже невозможно. Это настолько безобразие. Вообще во многих, я не буду говорить о общей политике, но во многих отраслях, особенно что касается виноделия, я вижу, что люди, которые не помогают развиваться, а наоборот мешают, их надо наказывать, их нужно вообще сажать просто. Сроки им надо давать за это дело. Они как враги народа, по-другому их не назовешь. Вот Артур, знаешь, да. Ну, я вот, извини, я хочу еще сказать, да, что как раз вот к этой теме, да, в Швейцарии прям получается, как, знаешь, как давают полюсы, да, там, Россия и Швейцария. В Швейцарии, наоборот, сейчас все стараются покупать швейцарское вино, и правительство говорит прямо с утра до вечера, покупайте, пожалуйста, швейцарские продукты, поддерживайте швейцарских производителей. И сами люди, да, говорят, мы лучше купим швейцарское для того, чтобы поддержать производителя, потому что этот производитель, он потом придет ко мне с этими деньгами, да, и купит у меня то, что я, там, мои услуги или то, что я произвожу. И вот эта вот экономика все-таки, которая идет вот так вот по кругу, да, она была прервана вот вообще глобализацией, да, развитием глобализации. Но в итоге вот сейчас у швейцарцев, у них огромное понимание, да, того, как функционирует экономика, что если ты покупаешь у швейцарского производителя, то именно этот швейцарский производитель, он купит у тебя, и вот так вот это работает. А у нас вообще, вот как ты говоришь, как какой-то, как не знаю там, не знаю, о чем думают, да, но очень вот обидно, да, когда особенно могу сравнить ситуацию в Швейцарии, и потом вижу в России, что мы не можем просто элементарно продать вино по интернету, но это просто вот, ну, обидно, ужасно. Потому что спрос есть, и российское виноделье могло бы замечательно развиваться и помогать, там, Краснодарскому краю, да, это же просто развивался бы там и Краснодарский край, ну, если мы говорим там про наш, да, регион. Но смысл в том, что от того, что у нас нет возможности развиваться, да, то и, получается, и страна хуже развивается, да, и вот про это вообще никто не говорит и не думает. Потому что, мне кажется, все завязано, надо видеть эту цепочку. Марин, а расскажи, пожалуйста, вот у вас внутри какая-то очень уникальная система на винодельне по поводу вентиляции и так далее. Да, гордимся, гордимся. Да, это действительно очень интересно. Пару слов скажи об этом, пожалуйста. Да, но у нас же первоначально, да, у нас всегда была цель, это вообще экологическая направленность проекта всего, да, и очень важно для этого быть последовательным. То есть, если мы заявляем о том, что мы такой экологически направленный проект, или у нас это действительно очень важно, ну, по жизни это наша философия, то надо быть последовательным во всем. И мы искали возможность, как можно меньше использовать энергия. И поэтому, в общем, мы же находимся там на винограднике, винодельне, далеко от всех коммуникаций, и в итоге нашли вот возможность сделать тепловой насос. Этого теплового насоса вообще никто не понимал в России в тот момент, но сейчас я как-то тоже особо не вижу таких примеров. В общем, этот тепловой насос нам пришлось привезти из Швейцарии, и в итоге он один, вот за все годы, он только один раз, там что-то была неполадка, и никто не знал, мы вызывали всех специалистов из Новороссийска, из Краснодара, никто не знал, что с ним делать. Вот, в итоге пришлось нам теперь подсоединить, он управляется по интернету из Швейцарии. Это тоже пример такой, да, что мы привозим новую технологию, как раз технология, которая такая вот для того, чтобы сохранить энергию, да, и технологию привезли, собрали, а как обслуживать никто не знает. Но не только никто не знает, а еще никто не интересуется. И мы часто показываем, часто об этом говорим, особенно думаем, что там на юге, да, такие бы технологии были бы очень востребованы. Но вот нет, да, нет интереса у людей, я не знаю. И просто надеюсь всегда, что все равно, что вот как-то маленькими шагами мы что-то делаем, но это все-таки как-то вот... В Швейцарии, например, сейчас очень многие пользуются этими технологиями такими, да, тепловыми насосами. И еще... Так она экономичная, эта система, она экономичная? Да, конечно, она первоначально дорогостоящая, но потом она очень экономичная. Очень экономичная, самое главное, для нее не надо там ни газ, там не надо никакой, никакие, то есть там используется только электроэнергия, небольшое количество, да, киловатт надо. И это... А это используется на производствах или в домах тоже такую можно ставить? И в домах тоже, в Швейцарии, в домах, или в производстве, везде. И плюс ко всему, еще в Швейцарии сейчас, знаешь, несколько лет назад, если ты хотел построить дом, должен был обязательно изоляцию использовать, да, для постройки дома. Несколько лет назад это было 16 сантиметров, теперь, если ты хочешь строить дом 32 сантиметра, ты должен обнести свой дом изоляцией, да, для того, чтобы использовать меньше энергии. И, ну вот, в России мы тоже обнесли 16 сантиметров изоляции, да, наши здания, тоже привезли всю изоляцию из Швейцарии, потому что тоже вот там с изоляцией тоже целая история была. Но смысл в том, да, что Ренов всегда поражается, он говорит, почему на это не обращают внимание в России, да, особенно там эти курортные города, когда у них постоянно отключается электроэнергия из-за того, что не хватает этой электроэнергии. Но никто не смотрит, да, о том, что как нам действительно, как бы, ну, экономно это все расходовать. Вот, ну вот, мы хотим так, чтобы у нас было, не знаю, как это сказать, да, то есть, чтобы у нас было такое хозяйство немножко вот полностью, как бы по максимуму, да, и автономное, и там энергосберегающие все технологии использовались. Просто это очень сложно в России использовать. Реализовать. Реализовать, да, реализовать. А, Марин, тут спрашивают, вернее, предлагают, нужно сделать ограниченную серию вина с названием «Десятая бригада», так сказать, преемственность. А спрашивают еще, от каких районов пришлось отказаться во время поиска виноградников? Ну, мы изучали побережье Краснодарского края, то есть мы от Девноморского, мы очень хорошо знаем все эти теруары там, да, вот мы были прям буквально как раз знаем там район Девноморского, Геленджика, Новороссийска, Южная Азерейка, Браудерсо, там где сейчас Гайкадзор, Благовещенска. Мы никогда не были вообще на Тамане, то есть я как бы даже там ничего не могу сказать, вот, но мы сразу вот на этот регион, так, Кавказских предгорий как бы были ориентированы, вот, и, ну и по разным причинам, то есть там были разные причины, да, и по разным причинам не, как бы вот не получилось. То есть в итоге, когда мы случайно, издалека Рено увидел вот этот участок, где у нас сейчас виноградники, а он еще, ему напомнил очень наши виноградники в Швейцарии, то есть прямо такое же расположение, тоже на горе, такой холм. И когда Рено это увидел, да, он был настолько, он сразу сказал, ой, едем туда, мы уже на самолет опаздывали, уже вообще там, уже седьмой раз приезжали, и уже, честно говоря, надежду потеряли, вот, на то, что найдем что-то подходящее. Друг он говорит, нет, давайте срочно туда съездим, мы приехали к этому склону, да, и Рено по горе побежал наверх, а там же еще были заросли такие, и Рено забежал в гору и говорит, вот, если будем делать виноградник в России, должно быть здесь. И я вот всегда думаю, Артур, знаешь, вот тогда дом ищешь, да, говорят, ну, вот ищешь, смотришь, дома или квартиры, и вот приходишь в какое-то место, оно может быть не самое красивое, но чувствуешь, что вот, это как бы твое, твой дом, да, и вот у нас это, у Рено точно так было с этим виноградником. И, ну, и потом еще, конечно, нам было тоже важно, что вокруг там лес, да, то есть, что мы не попадаем в большой массив, там, других виноградников, чтобы на нас не переносились продукты обработки химической, с других виноградников, потому что это проблема, вот, био делать в Европе, да, ты, например, сам био делаешь, а к тебе прилетают какие-то остатки вот этих препаратов, да, с других участков, и это проблема. А там у нас получается, что мы вот как раз такие-то, ну, автономно, вот хотели автономно быть, то есть, прям как-то совпало. Ну, у вас получилось, да, и ощущение, когда ты приезжаешь, как будто ты не в России находишься. Как будто у нас в Пьетзаре, да, это прям вот... Да. Нет, на самом деле, потому что Рено, он просто, он увидел, он говорит, это прям вот как в Мон-Ви-Е, вот это наша гора в Швейцарии, это как в Мон-Ви-Е. Марин, скажи... Да, какие-то вещи. Скажи, пожалуйста, про вино «Люблю», почему так его назвали? Что значит «Люблю» просто? Да, я как раз, между прочим, тут сижу, вот, с вином «Люблю». Да? Да, как раз вот. Думаю, люблю, да. Я специально... Я как раз как бы, ну, специально, очень здорово, Артур, что ты спросил, потому что... Это не я, это Гертруда Кузнецова, я просто увидел этот вопрос. Поняла, да. Спасибо, да, Гертруде, за этот вопрос. На самом деле, это очень... Вот видите, вот у нас как-то в нашем проекте, да, такие вещи, как будто такая красная линия какая-то есть, да, и как будто вот такие неслучайные случайности. Там вот то, что Рено-Красностоп первый попробовали, как этот участок нашли, какие-то такие вещи. Вот, и нам надо было придумать название для ассамбляжа белого вина, который раньше просто назывался «Клобернье». Вот, ассамбляж там белый, то есть вообще просто без названия, да. И... А мы начали экспортировать в Гонконг, да, и Рено говорит, надо срочно придумать название этому вину, потому что, ну, это несерьезно, там без названия. Вот. И как вот придумать, да, название быстро. И в итоге я просто так вот закрыла глаза, себе представила этот наш виноградник. Вот, знаешь, я представила, когда из дегустационного зала видишь виноградник, вот эту всю часть, да, его себе представила вот эта часть виноградника, и мне просто пришло слово вот это «люблю». Оно просто вот пришло мне в голову, и всё. И больше именно в таком виде. И больше вот люблю, да, и люблю именно этот проект, люблю виноградник, люблю работать с землёй. Вот это вот как-то всё вот так вот пришло. И потом вот хотелось такой тоже посыл сделать, да, вот этим вином сделать посыл в мир «люблю». И... Ну, это было плохо воспринято. То есть все вокруг в России мне сказали, «Ты что? Ты что за какое странное название? Дурацкое какое-то дешёвое название, ты этим удешевляешь там вино». В общем, были многие против. Вот. Но ещё в тот момент тоже было интересно, что Рено приезжает, да, и я говорю, Рено, я придумала название «люблю». А он мне говорит, представляешь, вот еду в машине, слушаю радио, и французский писатель какой-то говорит, я люблю русский язык, и самое красивое слово в русском языке – люблю. Вот клянусь вообще. И вот как раз вот я говорю... То есть с течением обстоятельств вообще. Вот понимаешь, вот опять так всё совпало, и всё, и мы после этого даже не обсуждали. А все были против, да, вокруг. И а мы с Рено, вот всё, вот будет так. А теперь, знаешь, сколько, а теперь люди говорят, а теперь такие истории красивые. Теперь мне говорят, что делают предложение с этим вином, да, или там какие-то такие невыкновенные истории. А я так рада, что мы как-то можем, ну, знаешь, вот этот посыл сделать в мир. И тем более сейчас, да, когда такая ситуация, такая вот грустная, да, такая непонятная. Вообще думаю, что это вот... У меня даже такая-то, ну, была идея, что как-то, знаешь, как-то сделать что-то с этим вином люблю, чтобы показать, чтобы вот хотя бы люди задумывались о том, что надо просто это слово повторять – люблю. И тогда будет всё намного лучше в мире. Хорошо, а тогда очень интересно. А второй момент – это для меня, для тебя. Какая идея была изначально? Я знаю историю этого названия, но как бы я хотел бы, чтобы ты озвучил. Да, но на самом деле это у нас был проект с метро. Вот, это проект с метро, и было придумано это название, да, вот «Для тебя, для меня» в таком виде. Вот, и этикетка, да, была именно такая вот, чтобы она пустая была. Она пустая для того, чтобы люди могли на ней что-нибудь написать там или нарисовать. Оказалось, что многие даже не понимают. То есть, представляешь, оказалось, что многие думают, даже говорят, что «Ой, какой хороший такой минималистический дизайн». Даже не понимают, что там предназначено для того, что там можно что-то написать от себя, пожелания там или ещё, ну, вот так сделать. И, ну, и на самом деле это было просто вино, как бы ассамбляж, да, в котором мы используем, наши вина, да, но используем ассамбляж из разных сортов. И получается, что, то есть это только из нашего винограда, да, абсолютно, как бы, такой же виноград, как и для других вин. Также, как бы, мы не используем, знаешь, ни гербициды, там, ни синтетические пестициды, ничего. Вот. И, как бы, такой же экологически чистый виноград. То есть, всё то же самое. Просто это получается, как бы, ассамбляж из сортов, может быть, из тех годов, которые, там, не пошли на, вот, основную линейку. Вот. И, ну, и мы хотели, мы хотели просто сделать вино какое-то, да, которое, оно не выдерживается в бочках, да, например, по сравнению, там, с красным, красностопом или каберне-совиньон. И мы хотели сделать вино, которое было бы более, более в большом количестве, да, и более доступно. На самом деле, вообще, у нас идея, да, и мечта, чтобы у нас вино российское, там, не только наше вообще, там, наших соседей, там, да, и вообще, чтобы вино российское было доступно, хорошее российское вино, да, было настоящее, из российского винограда, из, было доступно по всей стране. Потому что ты приезжаешь там... А что значит для тебя доступно? Какая цена? Ну, на самом деле, конечно, я думаю, что это, ну, сейчас вообще трудно сказать, да, но вообще, вот, допустим, несколько месяцев назад я бы сказала, там, да, ну, по крайней мере, там, до 400 рублей, чтобы это было. Вот, но для этого надо... Знаешь, вообще, конечно, вот я всегда исследую вот эти... Себестоимость, да, вина. И я уже сказала, что в России очень высокая себестоимость, дороже, чем в Швейцарии, потому что в России мы столько должны всего оплачивать, непонятного, да, совершенно, это какие-то навязанные услуги, какие-то, например, лицензия. Ну, хорошо, лицензия, там, может быть, стала более дешево стоить, чем, там, 10 лет назад, там, или, там, 5 лет назад. Но зато, для того, чтобы эту лицензию получить, надо столько потратить средств и денег на непонятные какие-то выполнения требований, каких-то непонятных требований, вот, и какие-то проекты там делать, в каких-то институтах, которые тоже какие-то сумасшедшие деньги стоят. И в итоге, конечно, мы маленькое производство, да, а мы должны делать все то же самое, что, например, огромный завод. И поэтому для нас, для маленького производства, очень дорого получается производство в России. Вот, и, ну, я все равно надеюсь на то, что как-то мы можем там со временем, да, снижать себестоимость, чтобы наши хорошие люди, наши там друзья по всей стране пили нормальное натуральное вино. И думаю, что, потому что это действительно обидно, да, там приезжаешь за Урал, там вообще нет ни одного какого-то нормального натурального вина. Вот, и это просто ненормально. Кстати, скажи, пожалуйста, а твое отношение к натуральным винам какое? Ну, вот к тому, что сейчас у нас вот, ну, мы знаем, что есть тренд определенный, хоть он и в последнее время спадает, но все равно. Не планировали делать какие-то вот новинки? Или вы больше консервативно относитесь к этой истории? Пятнатый, например, что-то такое. Нет, дело в том, что натуральное вино, это же там, смотри, что вы под этим понимаете, да, вот это вот натуральное вино, которое стали делать вдруг, там, не знаю, очень многие, все подряд, очень много, например, во Франции, да, там оказалась проблема в том, что люди, которые говорят, вот мы делаем натуральное вино, в итоге они не соблюдают гигиену, да, они не соблюдают какие-то многие там аналогические как бы правила, которые должны быть. И у них вино получается нечистое с такой аналогической точки зрения. Вот, это как бы подорвало вообще доверие к понятию натуральное вино. Просто когда я говорю натуральное вино, я имею в виду, что это вино, которое, немножко по-другому смысл, да, имею в виду, может быть, экологически чистое вино, не знаю, то есть такое вот живое вино, да, я полностью за, ну вот у меня есть такое очень четкое представление, какое должно быть вино. то есть оно должно быть из хорошего качественного винограда, который действительно вот в России супер виноград. В России, Артур, я не знаю, во-первых, конечно, ты там такую огромную работу проделал за все эти годы, да, ты же, я помню, начинал там, да, российское, про российское вино рассказывать, когда никто не верил. Да, и ты меня два года не принимала, я не знаю, по какой причине. Я же не знала там, с какими ты, с какой целью, Слушай, ну я с тобой абсолютно согласен по поводу натуральных вин, потому что также любая идея, которая изначально, она интересна, и среди натуралистов, скажем так, есть всегда интересные, очень достойные образцы, на которые стоит обратить внимание. Я много раз, кстати, такие пробовал. Но вот история того, что вечно к этому приписываются абсолютно непонятные, непонятно откуда растущие руки у людей, а-ля виноделов, то же самое, например, то, что произошло с российским виноделем в 2013-2014 году, когда стало популярным, а потом к этому приписалось огромное количество непонятных людей, попытавшихся заработать на этом, начали лить все, что угодно, и, соответственно, вот испортили, как бы дискредитировали эту идею российского вина, где сейчас приходится в несколько раз больше работать для того, чтобы провести ликбез, там, рассказывать людям о том, что такое настоящая качественная российская вина. Ты абсолютно права, поэтому вот, но здесь речь идет о том, вы сами что делаете, делаете какие-либо натуральные вина, пытаетесь ли в этом направлении двигаться, или у вас есть свой путь, и вы по нему идете? Ты знаешь, мы разные пути исследовали, да, то есть мы вообще приверженцы биодинамики по жизни, да, вот, но биодинамику в России очень сложно там сделать, потому что там биодинамика очень, надо все, как бы очень в правильный момент какие-то делать операции, в России это просто невозможно, потому что никогда не знаешь, там, получишь ты акцизмную марку, это не получишь, вот, и то есть нельзя сказать, что вот на 100%, да, там все можно, потому что в России все время какие-то неожиданности, какие-то то этого нет, то этого нет, какие-то задержки комиссии, там, не знаю, кто вообще вдруг приезжает, да, вот, то есть какие-то сбои всегда, но мы по жизни, да, сами по себе, мы такие вот приверженцы, потому что мы верим, мы верим вообще в экосистему, да, в систему, которая с космосом связана, то есть это как бы вот во всю эту экологический баланс, который очень важно не нарушать, да, верим в то, что и вот для винограда очень важна и сила солнца, да, и вообще космоса, и сила земли, вот это все потом в итоге в винограде собирается, в этих ягодах виноградных, и потом, когда ты делаешь вино, в него надо не нарушить вот эту вот гармонию, да, и оно как бы очень такое зависит, то есть надо не испортить этот виноград, это такой натуральный процесс, поэтому мы говорим, да, что вино делается в принципе на винограднике, и нельзя в этот процесс очень вмешиваться, но потом есть, например, то есть это вот, ну там биодинамика со своими, там, знаешь, кстати, биодинамика, там очень интересная история, да, там Штайнер это основал эту теорию, но он сам основывался на, вообще очень уважал Льва Толстого, он Льва Толстого брал за пример, вот правой рукой Штайнера был Андрей Белый, да, наш известный поэт, вообще был его правой рукой, то есть там опять же, видишь, русские присутствовали, поэтому я биодинамику очень уважаю, вот, и вся такая-то история, да, и, ну и здесь Штайнер вообще, это его база, как бы это здесь находится, в Швейцарии, да, и до сих пор, то есть вот эта вот история биодинамики в Швейцарии очень развита, это одно дело биодинамика, потом есть био, био, они тоже, у них там такие сейчас очень протоколы, да, жесткие, есть список всех препаратов, которые можно использовать, которые нельзя там, да, но Рено против био в чистом виде, потому что они делают очень много обработок виноградника, и очень часто ездят с тракторами, по почве, и они портят почву, это уже как бы такой момент в этой вот теории био, который для нас неприемлем, да, то есть Рено, он вообще там с утра до вечера говорит, нельзя ездить много по винограднику, нельзя ездить портить эту почву, потому что ты эту почву как бы нарушаешь, да, вот, и поэтому мы сейчас вообще как бы рассматриваем свой путь, да, здесь, кстати, в Швейцарии тоже есть институт такого мирового значения по изучению вообще био, да, органического сельскохозяйственного производства, и виноградарства находятся около Базеля, вот, и мы вот с ними вместе тоже, да, смотрим, это какой-то путь такой, да, чтобы, в общем, наверное, даже, наверное, у нас будет наш путь, это что-то такое между биодинамикой и био, но то, что соответствует, знаешь, не каким-то протоколам, да, каким-то вот, каким-то правилам и рамкам, а то, что вот как Рено себя чувствует, а он чувствует, а он чувствует, у него на каждое, ну, ты, наверное, сам заметил, Рено, он такой, он всегда есть, в общем, у него какие-то свои там мысли, вот, и он очень, это такой, как это сказать, независимый, да, ни от каких там, он никого, как бы ни от кого вообще, ни от чего, вот, у него все время какие-то свои идеи, и, и вот, он мне постоянно говорит, да, что, вот он хочет идти своим путем, но этот путь очень интересный, да, потому что в любом случае, это путь, который, который не должен нарушить, то есть этот биоразнообразие, вот этот экологический баланс, и не должно быть в вине, что самое главное, самое главное, что мы пьем в вине, не должно быть никаких, как-то резидю, вот я не знаю, как это будет по-русски, резидю, это никаких тяжелых металлов, то есть не должно быть в вине самом, да, никаких элементов, да, которые были бы вредны, там, для здоровья, да, или каких-то химических, и вот это вот, это самое важное, да, в этом смысл, ну, и смысл не испортить природу и почву, которые там, где растут виноградники, в общем, так, что мы хотим сделать такую вот, такую, такую комбинацию, да, из биодинамики, и био, и какой-то вот такой свой путь изобрести. Вопрос, есть ли в Швейцарии укрылые виноградники? Нет, в Швейцарии нет, в Швейцарии все-таки, несмотря на то, что здесь, ну, такой холодный, как бы более холодный климат, да, но укрылых виноградников нет. Нет такой виноградники. Вопрос, как раз для развития винного рынка нужен туризм. Марина, кто-то, как-то можно организовать вашу винодельню, посещение вашу винодельню в России? Ну, вот, да, ты мне этот вопрос задавал, я не, как раз мы его пропустили, да, начали говорить. вот то, что касается туризма, да, все-таки, ну, мы немножко против, скажем так, большого, там, частого посещения нашего, нашей винодельни и виноградника, потому что считаем, что, то, что касается вообще вина и винодельня, необходимого для вина тишина, вот, то есть вино должно находиться в таких условиях, да, где вообще минимум каких-то вибраций, да, минимум шума, минимум вот каких-то движений, да, и поэтому вот поэтому нам очень, как бы, вот если мы говорим о том, что, да, что мы с целью того, как бы делаем все-таки вино, чтобы сделать такое вот вино супер высококачественное, да, и такое вот живое вино, то турист, это, туризм, это немножко вот отвлекает от этой задачи, как это совместить, я пока не знаю, потому что мы об этом постоянно думаем, но, то есть если мы начнем делать, как бы заниматься там туризмом, да, то, во-первых, это нас будет отвлекать от производства вина, во-вторых, это какие-то, как бы самому вино будет не очень, вино самому. видишь, вы, вы очень по семейному подходите, да, то есть вы то, что делаете, у вас семейное такое предприятие, вы хотите максимум, как бы, душевности и на что-то не обращать, не то, но если у вас не получается на что-то больше времени уделить, то лучше, как бы, не трогать, не дотрагиваться до этого, но, с другой стороны, ну, на мой взгляд, наверное, все-таки было интереснее построить какую-нибудь отдельно гостевую тему, чтобы люди не попадали на саму винодельню, вот, сразу, да, а те, кто приехали там, посидели, может быть, что-то попили, потому что все-таки рядом у вас ничего такого нет, если у имения Секоры, например, притом, какое оно потрясающее, как бы, ресторана, как такового, внутри нет, но рядом находится другой ресторан с другой маленькой винодельней, но там можно, вот там встречи, что-то такое, а вот посещение винодельни, это немножко другая история, поэтому, конечно же, очень многие вас любят, очень многие хотят к вам приехать, но вот все об этом спрашивают и очень по этому переживают. Так, в Кремово... Мы иногда делаем, Артур, извини, да, перебил, но мы иногда там делаем, да, все равно какие-то посещения организовываем, да, то есть, ну, именно для людей, которые действительно по-настоящему интересуются вином, да, потому что еще там у нас такая опасность, да, что есть рядом очень много там туристов, да, которые просто, может быть, им делать нечего, они поэтому хотят поехать на винодельню, и поэтому мы не хотим там таких туристов, да, но которым просто вот из-за там, потому что у них свободное время есть. А если люди действительно интересуются вином или там из профессиональных кругов, да, то мы, в принципе, в общем-то организовываем несколько раз в год все равно посещение, да, ну, как-то вот, ну, смотря какой момент. Так что, в общем, можно все равно к нам обращаться, я просто не всегда... Ну, и потом эти, когда к нам приезжают гости, да, то мы с Рено как бы сами там рассказываем, да, у нас нет человека, который отвечал бы там именно за туристов, да, то есть мы сами показываем. Ну да, это отдельный штат людей, а по отдельному все, да, я абсолютно согласен. немножко другая сфера. Мы это сделаем, да, вот дополнительное какое-то там здание, я думаю, что у нас это как раз есть, так мы обдумываем, как сделать, то есть что-то вот такое вот мы сделаем, да, потому что мы очень хотим все-таки распространять знания про вино и виноделье, да, и культуру как раз вот, ну, очень хотим как бы тоже в этом принимать участие, только надо подумать как. Угу. Так, дальше, в Крыму ситуация другая, у нас 90% крымского и 10% импорта, да, ну, в Крыму и российское, вообще в целом как бы вина из других регионов, из Краснодара, из, допустим, Ростовской области, мало где продаются, поэтому Крым это абсолютный, абсолютный, скажем так, победитель в продаже собственного вина, своего производства, вот, вот, поэтому здесь даже не обсуждается, я знаю, что в Крыму это так и есть. Да, в Екатеринбурге, бьернее не найти, а кто в Питере дистрибьютор у вас? У нас пока нет, Артур, мы же, у нас сейчас, у нас просто так, мы хотели выстроить там, ну, я думаю, что... Скоро все будет, Барин, не переживай, да, есть очень много интересов. Артур, нет, дело в том, что мы же как раз хотели выстроить вообще, вот, логистику по, там, всей стране, и вдруг, как раз мы это, у нас это было запланировано, на, вот, на это время, да, и вот потом началась такая история, что вот так вот общаемся. Зато не хорошо, что вот так можно. Да, но это, это очень круто, на самом деле, потому что пока там договоришься, пока ты оттуда вышел, никуда не покидай, это очень удобно. Советское наследие, у меня все западное лучше, чем свое. Надо выбирать президента винодела. Да. Галицкого пишут. А, Марина, новый закон о вине вступает в силу скоро. Вы готовы? Что об этом коротко скажешь, скажете? Ну, я коротко могу сказать, что на самом деле все равно очень здорово, что он там, есть еще очень много вещей, которые там не стыкуются, вот на самом смысле, да, очень здорово. И, конечно, за все эти годы, там уже 20 лет, да, занимаемся в России виноградарством и виноделием. Мы рады, что этот закон был принят, потому что есть очень такие моменты, да, как, ну, это, я думаю, что это очень продвинет, поможет российскому виноделию. Ну, понятно, что там надо еще какие-то там... Там есть еще куча доработок, но я говорю, то, что он уже появился, это уже хорошо. Конечно. Если он ничего нет, то ничего на него не повесит. И это как-то тут мотивирует тоже, потому что очень важно все равно для, вот, как, да, действительно, винодели это, ну, очень сложное занятие в России, да, и сложное, и очень, скажем так, там, не такое, ну, там, благодарное, да, и в итоге вот этот закон, он все равно мотивирует, да, что, по крайней мере, мы видим, что есть такая политическая воля, да, и что мы можем продолжать дальше. То есть это очень важный момент, даже в таком эмоциональном плане. Так, круто, круто это история семейного виноделия на века, люблю на самом деле бомбическое, красивая история, хочу вино, люблю, где можно купить, где можно купить, люблю. Но в Москве мы, вообще у нас эксклюзивный, да, продает наше вино эксклюзивно сеть, если мы говорим про сеть, это Азбука Вкуса, да, и вот во всех там магазинах Азбука Вкуса есть, так вот, есть, Артур, может быть у тебя, не знаю, в магазинах. Есть, нет, нет, люблю, по-моему, нет у меня. Люблю, наверное, но все остальное есть. Вот, ну, если что, там можно нам писать на наш имейл, там, или вот в инстаграм, и как бы мы стараемся там как-то актуально тоже писать, где у нас продается, в каком магазине, или в каком там бутике. Но в сетях у нас вот, в общем, мы пока вообще с федеральными сетями, да, мы не работаем. Вот у нас только Азбука Вкуса. Очень приятно, очень приятно, что есть преемственность поколений. Ваша дочь, так же, как и вы, горит этим делом. Это ее дело жизни в будущем. Это ее дело жизни в будущем? Она так же горит, да? Да, да, да. Она как раз учится на винодела, да, и тоже теперь поняла важность винограда, самого виноградников, да, и теперь еще хочет учиться специально вот на сельскохозяйственном отделении именно по виноградарству. То есть... А она сейчас не рядом с тобой? Нет. Нет? Жаль. Так бы показали бы ее. Ну, пока еще раз. Довольствую. Какой у вас объем производства вина в России, в общем? У нас в России в зависимости от года, где-то 150 тысяч бутылок вот так, 180, может быть, зависит от количества, какой год там, рожай или нет. Я слушаю ваши беседы и начала ходить искать вина в магазинах вокруг дома. Нет вина российского практически, да, нету, к сожалению. Вина Бьерни, Каберне Фран нашла в прошлые выходные в метрах, но не дешево, конечно. Ну, это и вино такое, оно не может быть дешевым. И вообще понятие дешевое для каждого вина свое. Лучше... Оно не может быть, сколько там оно получается, Каберне Фран вы делаете, в общем, с общей сложности в год? Ой, мы делаем, может быть, максимум 20 тысяч бутылок. Вот. Ну, даже, наверное, это... Но это даже больше для хорики. Даже больше для хорики. Конечно. Но в любом случае, вино, вот столько сил, сколько мы там тратим на обработку виноградников, на производство вина, оно не может быть дешевым, да, и поэтому надо просто понимать, во-первых, если сравнивать с иностранным вином, очень важно правильно сравнивать, да, брать, например, российское вино, там, ну, такого премиального уровня, и тогда брать надо уже иностранное вино, тоже премиального уровня. Часто сравнивают, например, вино, там, да, какой-нибудь нового света и российское вино. Говорят, ой, там, российское вино дорогое, то есть, по сравнению с новым светом. Но очень важно правильно сравнивать. Во-первых, а во-вторых, себестоимость любого, да, продукта, который, который натуральный продукт, это очень, как бы, не может быть дешево. Это всегда довольно дорого. Мариночка, все пишут, что ты выглядишь потрясающе, Зарема вот тоже отметила. Я хочу сказать огромное тебе спасибо, потому что, к сожалению, у нас, видишь, два часа так быстро пролетело, ты невероятный собеседник. Спасибо огромное, что ты так красиво все эмоционально рассказываешь. Это очень круто. Я очень надеюсь, что у нас мы придумали определенный формат, мы сделаем очень красивую историю и про вообще винодели России, в частности, про конкретных виноделов, поэтому буду очень рад, если вы примете в этом проекте участие. А пока огромнейшее еще раз спасибо тебе. Большой привет, Рено. Всем спасибо, кто были с нами. И до скорых встреч. Обязательно мы с тобой еще поговорим. Очень много интересного. Обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Всем всего хорошего. До свидания. Давайте, ребята, удачи. Спасибо. Извините, чьи вопросы не зачитали, но, к сожалению, видите, так времени очень-очень мало. Спасибо. Спасибо вам. Счастливо.